Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я Михаил Горин. Мой собеседник, израильский военный обозреватель Давид Шарп. Давид, приветствую вас. Михаил, здравствуйте. Начнем с инцидента на севере Израиля. 24 июля Хизбалла опубликовала видеоролик, который, как она утверждает, снят с беспилотника над базой ВВС израильской армии. Съемки очень детальные, подробные. И это уже не первый такой инцидент. Аналогичный рейд был проведен в районе Хайского залива относительно недавно. И тогда, и сейчас объяснения циала выглядели малоубедительными о причинах случившегося. Так что же произошло и как к этому относиться? Причина относится, естественно, плохо. Но, с другой стороны, здесь тоже важно понимать, что избежать полностью подобного рода случаев, видимо, нельзя. Небольшие беспилотники, небольшие, подчеркиваю, беспилотники, сделанные из пластика или композитных материалов, являются довольно сложными целями. Иногда они проникают на территорию, которая, казалось бы, должна быть стерильной Амиду, воздушное пространство Израиля. Более того, это было еще в начале нулевых годов, еще в 2006 году. В целом, большую часть подобного рода беспилотников удается сбивать, большую часть, причем подавляющую большинство. Но зато некоторые, которые проникают сквозь оборону, в буквальном смысле делают серьезный шум, в прямом и переносном смысле. В Тель-Авиве нечто подобное привело к трагедии гибели Евгения, на которого и пришелся удар этой машины. Разведчики иногда проникают в израильское воздушное пространство, иногда оправдания звучат, в самом деле, несерьезно. Например, как в первом случае с проникновением вот этого вот Худ-Худа в беспилотниках Язбалы, когда говорили, что его решили не сбивать над Хайфой, потому что поняли, что он разведчик, не представляет опасности, как ударник, а в этом случае посыпались бы обломки на город. Если это было так, я, кстати, не исключаю, что никто не врал, на мой взгляд, решение неправильное было принято тогда. Кстати, тоже нельзя исключать, что некоторые из этих видео, выкладываемых Хизбаллой, были вообще сняты в едином порыве, что называется, в одном полете, а потом отдельными кусками выставляются. Ну, собственно, где находится база Ромат Давид, все прекрасно знают, для этого не нужно запускать разведчиков. Более того, заснять в общих чертах и понимать, что там происходит, тоже не представляет проблемы. Тем не менее, каждое проникновение довольно крупного беспилотника в глубину Израиля, на мой взгляд, это ЧП, каждое должно серьезно расследоваться, относиться к подобного рода визитам нужно серьезно. Ничего хорошего они не несут и демонстрируют то, что Израиль отнюдь не герметично защищен от подобного рода боеприпасов, если они будут, скажем так, нести боеголовки, ну и герметично не защищен от ракет, что, впрочем, мы всегда знали, даже в тех местах, которые прикрыты железным куполом очень и очень плотно. Идем дальше тоже по событиям на севере. Вот по данным Института Альма, это институт, который исследует вопросы безопасности на севере Израиля, за последнюю неделю Хизбалла резко увеличила радиус обстрелов, преодолев рубеж в 5 километров. Почему именно этот рубеж считается некой вот знаковой цифрой? И почему, на ваш взгляд, Хизбалла пошла на активизацию конфликта? Рубеж, в принципе, цифра 5 километров, она довольно искусственная, взята произвольно, но не случайно. Это именно та дальность, на которую Израиль эвакуировал свои населенные пункты. Ну, естественно, можно было сказать 4,8 километра или 6, но была выбрана цифра 5 километров по таким базисным соображениям. Соответственно, Хизбалла, когда ведет боевые действия с Израилем, исходит из того, что там в основном населенные пункты эвакуированы. Хотя они прекрасно знают, что в некоторых из них, а может и во всех, люди остались, осталась часть населения. Но они чувствуют себя, что называется, с развязанными руками наносить удары по этим населенным пунктам в том плане, что можно утверждать, мол, по мирным мы не бьем, потому что их используют военные, а мирные жители оттуда ушли. Хизбалла очень четко старается рисовать те или иные пункты вот этих своих правил. Например, когда она позволяет себе бить по гражданским населенным пунктам и по гражданским, когда нет. Они, например, считают, что если Израиль задел где-то гражданских, и неважно умышленно или нет, значит, они обязаны стать на защиту собственных граждан, граждан Ливана. Что, кстати, любопытно, Хизбалла действует ведь почти исключительно, конечно, из населенных пунктов, то есть Южного Ливана. То есть фактически используя как живой щит население Южного Ливана, да это и неудивительно, боевики Хизбаллы, они жители этих деревень, там у них находятся склады, укрепрайоны, есть, конечно, и на природе укрепрайонные склады, но в основном они в населенных пунктах. И поэтому, естественно, армия израильская имеет право действовать более того гораздо более жестко, чем это происходит сейчас по населенным пунктам, и это не будет являться нарушением правил ведения войны. Но, с другой стороны, Хизбалле важно показать именно вот это, и важно устрашить Израиль от ударов по чувствительным для Хизбаллы местам. И вот здесь мы приходим к той самой пятикилометровой зоне, так как удары по Хизбалле, в общем-то, продолжаются. Удары для Хизбаллы, на самом деле, довольно болезненные, несмотря на то, что Израиль не переходит некую планку касательно масштабов операции. Израиль наносит чувствительные болезненные удары по разведывательным и по разведываемым объектам Хизбаллы. И пытаясь как-то положить конец этой практики, Хизбалла наращивает усилия, расширяет рамки правил и объясняет, что к чему. И вот это, что к чему, в том числе подразумевает удары по населенным пунктам, заходящимся за пятикилометровой зоной, то есть в Израиле. То есть, когда Хизбалла показывает, что вы будете менять правила игры, расширять перечень целей, мы тоже будем. И один из вариантов, это то, что мы ударим по более далеким населенным пунктам и будем делать это систематически, естественно, с большим риском для их населения, которое не эвакуировано. Мол, знайте, что вас ждет. И это один из подходов Хизбаллы. Кроме всего прочего, Хизбалла использует еще ряд других вот таких вот правил по собственной инициативе. Например, количество ракет, которые они выпускают. Если происходит что-то болезненное для Хизбаллы, то вместо каких-нибудь ежедневных обстрелов, несколько ракет и несколько управляемых боеприпасов, беспилотников и противотанковых, Хизбалла задействует десятки или многие десятки реактивных снарядов, как по военным базам, так и по ГПО, гражданским населенным пунктам. В общем, попытки Хизбаллы устрашить Израиль и навязать правила игры не прекращаются. И в данном случае, в том примере, который вы примели, который обратили внимание следователи Института Альма, яркий пример того, когда Хизбалла повышает ставки, осторожно, но повышает ставки, исходя из того, что, видимо, Израиль все равно не решится, так они исходят и так следует из их риторики, на масштабную операцию, а раз не решится на масштабную операцию, можно поднимать еще эти самые ставки с тем, чтобы Израиль остерегался и просто от достаточно редких шагов в рамках обменов ударами. Вы упомянули уже этот беспилотник Камикадзе, из которых прилетел к нам из Йемена, и в результате в Тель-Авиве погиб человек, несколько было раненых. Все это имеет свои последствия. Как известно, Израиль после этого нанес удар по морскому порту в Хадейде, в Йемене, очень такой мощный и эффектный, как выразился наш министр обороны, этот пожар должны были увидеть на всем Ближнем Востоке. Ну, в ответ йеменские хуситы заявили, что они не промолчат, и теперь под их обстрелами окажутся месторождения природного газа и электростанции Израиля, как, впрочем, и все другие объекты, вплоть до Димоны. В связи с этим у меня к вам два вопроса. Первый. Возвращаясь вообще к удару по Хадейде, по морскому порту, насколько была его военная целесообразность? Или же это был больше такой психологический удар? Это первый вопрос. И второй. Действительно ли хуситы имеют еще в арсенале неиспользованные ракеты или какие-то беспилотники, которые могут нас, ну, скажем так, в кавычках, удивить? Когда мы говорим об ударе по порту в Хадейде, если говорить о сугубо военной, формально военной составляющей, там, например, были ли уничтожены какие-то военные грузы или военные цели или склады с вооружением хуситов на месте, во-первых, у меня нет на этот счет ответа, на этот счет нет официальных сообщений. И я даже предположу, что не факт, что удары были по этим самым складам. Ну, во-первых, если склады там находились, вполне возможно, что по ним бы ударили американцы, потому что это тот тип целей, которые, когда наведу, по ним американцы бьют. То есть я не знаю, были ли поражены вот такие сугубо нет-то военные цели, тем не менее удар имел не просто медийное, но имел большое стратегическое значение. На мой взгляд, фактор нанесения противнику серьезного ущерба, экономического, косвенно и военного, это переоценить такой подход невозможно, это очень и очень важно. И очень важен факт устрашения и самих хуситов, и их разного рода союзников, причем и на сейчас, и на будущее. В тот момент, когда Израиль воспринимают как, это кого, извиняюсь за сленг, терпилу, как сторону, которая готова терпеть удары и почти ничего на это не делает противнику, противник естественным образом смелеет и считает, что может позволять себе все больше и больше. В тот момент, когда противник платит огромную цену, в данном случае они заплатили огромную цену, им показали, что они в перспективе могут заплатить еще раз и еще раз и очень большую цену. Так вот, тут обязательно противник задумается, несмотря на риторику, несмотря, может быть, даже на то, что ему придется или не придется продолжить действовать, как ни в чем не бывало, как раньше, тем не менее, не задуматься он не может. И для некоторых это, безусловно, этот фактор устрашения сработает. В любом случае, не попытаться нанести противнику, который в буквальном смысле нас терроризирует, наносит нам серьезный ущерб, не попытаться нанести ему очень серьезный, испортить ему жизнь, в прямом смысле слова, это грубая ошибка. И я считаю, что Израиль задержался с этим решением. Понятны причины было серьезное американское давление, вынуждены были идти, или почти вынуждены были идти на некий компромисс с американцами, которые обещали перехватывать почти все угрозы, летящие в Израиль, перехватывать там еще на ранних подступах на Красном море. И Израилю нужна была свобода действий в Газе больше, и поэтому здесь решили поступиться, что называется. На мой взгляд, все равно неправильно. И вот пришлось все равно действовать, но действовать гораздо позже, чем можно было нанести этот серьезный ущерб хуситам, и, возможно, их и других участников ближневосточной игры слегка охладить им пыл. Кстати говоря, яркий пример того, как раз правильности израильского подхода, в данном случае, отнюдь не во всех, он еще и заметен на фоне американского подхода, когда американцы с британцами потихоньку, точечно, хирургически, что-то там выбивают хуситам из военных возможностей, что их абсолютно не пугает, и наоборот, раж, вот такой медийный раж, в котором прибывают их пресс-секретари, и их лидеры, показательным в данном плане. В Ходейде к хуситам был нанесен очень серьезный материальный ущерб, нарушено функционирование порта, через которое многое туда поступает, в Йемен, и наоборот, из Йемена отправляется, уничтожены серьезные запасы нефти, нефтеперерабатывающих мощностей, наглядность пожара, конечно же, очевидна, и очевидно также то, что Израиль все-таки способен принимать подобного рода решения, Йеменцам это продемонстрировали, и способен повторить подобного рода операции, если нужно, еще не раз. А если еще не раз, то хуситы рискуют остаться вообще без портов, вообще без электричества, и без очень многих вещей, которые необходимы не только для военных, но и необходимы для местного населения, которое вроде как хуситскую власть поддерживает, и вот тогда у населения появится возможность задаться вопросами, а нужно ли нам было поддерживать газу вот таким вот образом, и атаковать израильтян, если подобные последствия. Так что стратегическое значение, безусловно, присутствует, медийное тоже, и военное косвенным образом, как минимум, если это повлияет на принятие решений самих хуситов и других игроков, а я не сомневаюсь, что в той или иной степени повлияет. Касательно второго вопроса, сюрпризов. Значит, у хуситов есть баллистические ракеты средней дальности, крылатые ракеты, долетающие до Израиля, и беспилотники. Баллистические ракеты и крылатые, они уже пускали по Израилю. Я сомневаюсь, что что-то кардинально новое они могут получить. Но теоретически иранцы могут им передать какую-то более новую вариацию ракет, которая либо чуть более точная, баллистических и крылатых, более точная несколько или, может быть, даже несколько более сложная для перехвата. Но в этом случае ничего кардинально не меняется. Кардинально, подчеркиваю, качественное и количественное. Что касается беспилотников, то тут тоже ничего особенного. На мой взгляд, такой беспилотник, чуть больше, чуть меньше, более эффективный, менее эффективный. По большому счету, до Израиля он долетает с большой вероятностью для обнаружения. Обнаружить его не так просто. Соответственно, иногда его могут пропустить, что и произошло в Тель-Авиве. Но кардинально это ничего не меняет. Менять может только интенсивность ударов. То есть, если хуситы решатся, например, атаковать чаще, атаковать больше и атаковать, сняв с себя в самом деле все ограничения, в том числе и такие важные, какие-нибудь важные цели в Израиле. Значит, этого стоит ожидать. Но этого стоило ожидать при любом раскладе и при любом обострении. Собственно, хуситы не особо это правило соблюдали. Однако, посмотрим, они получили удар весьма чувствительный. Главное, намек на то, что подобное может повториться. И одно дело риторика и веселая история о пятых и восьмых этапах, а другое дело действия. Потому что, если они свои действия продолжат, их ждут тоже, возможно, интересные сюрпризы. Надеюсь, что не только во всем, что касается порта в Хадейде, но и в городе Сани, и в других местах. И, возможно, в местах пребывания их лидеров, и пребывания тех, кто бахвалится по телевизору ударами по Израилю. Об операции в Газе. В Хан Юнесе на днях была проведена крупная операция. Туда вернулась армия в полной своей мощи. Скажите, пожалуйста, чем было вызвано возвращение и необходимость повторного входа в Хан Юнес? Как мне видится, теоретически нельзя исключать каких-нибудь, ну, назовем это так, подковерных причин. Я, как пример, я отнюдь не пытаюсь даже намекать, что что-то было в этом случае. Но вспомним операцию по освобождению заложников в Носерате, прикрытием для которой была общевойсковая операция по соседству. Да, я отнюдь не говорю, что это подобное происходит сейчас, но вот вам причина, которой мы можем не знать и, соответственно, нет смысла рассуждать. Смысл есть рассуждать о том, что рейд в Хан Юнес это часть стандартной стратегии ЦАЛа и, в общем-то, кабинета войны, ранее принявшего эту стратегию. Которая подразумевает, что через какое-то время после ухода, после общевойсковой операции, противник потихоньку начинает восстанавливать свои возможности в том месте, откуда армия ушла. А армия из Хан Юнеса ушла уже несколько месяцев назад, если мне не изменяет память. То, соответственно, те боевики, которые остались в туннелях, что называется, вылезли из Нор. А те, которые еще ранее ушли из Хан Юнеса в тот же Рафиях и в тот же Дирельбалах, кое-кто туда вернулся. То есть местные батальоны Хамаса в Хан Юнесе, которые были разбиты, начали потихоньку восстанавливать свои возможности. И вот чтобы не дать им восстановить возможности, имея определенную накопившуюся разведывательную информацию. И касательно новых туннелей, касательно складов, касательно персонали и позиций, армия возвращается к действиям активным, таким, как это было примерно в северной части Газа уже не раз, и в других местах. Кроме того, активизирующиеся боевики несколько раз обстреливали ракетами, близлежащие с Газой населенные пункты. Что по нынешним меркам, когда ракетные обстрелы в заметной степени нивелированы, считается своего рода ЧП. Хотя не были обстрелены города в глубине Израиля, это один из сигналов того, что Хамас начинает восстанавливать свои возможности. Добрались до запасов ракет, обрели какой-то элемент иерархии и командной цепочки, когда системы ракеты устанавливают, дают приказ на отстрел. В общем, ситуация созрела. Кроме всего прочего, надо напомнить, что в свое время, когда в Ханюнисе общевойсковая операция проводилась, как минимум два небольших места в этом городе, скажем так, обошли стороной. Объяснений и спекуляций на этот счет хватало, в том числе и в том плане, что, может быть, там, в подземелье и под этими местами находятся наши заложники, и во избежание эксцессов, а возможно, их есть и нуар вместе с заложниками, и во избежание эксцессов эти места предпочли обойти. Иди, знай, что будет на этот раз, но я просто напомнил и вот такие обстоятельства, потому что фактор заложников всегда присутствует при принятии решений, и во всем, что касается ограниченности боевых действий, и во всем, что касается военного давления на Хамас. Действия в Ханюнисе, в том числе, и об этом говорят, призваны вот это самое военное давление на Хамас повысить, дабы он стал несколько более сговорчивым прямо сейчас, когда, вроде бы, переговоры по сделке, по освобождению заложников достаточно находятся на достаточно продвинутой стадии, как говорят разные источники. О новых вооружениях. Вот концерн «Израильская аэрокосмическая промышленность» сообщил о разработке новой крылатой ракеты «Ашидон-Авери» – воздушный демон. Как сообщает сайт 12-го канала, речь идет о крылатой ракете класса «Воздух-Земля», которая запускается с вертолета или самолета и может поражать подвижные стационарные цели. Но такое вооружение, в общем-то, было и раньше у «Израильской армии». В чем особенность этого? В данном случае речь идет о ракете в большей степени довольно небольшой и относительно недорогой для использования с вертолетов на большие расстояния. Это такая довольно узкая ниша, которой пытаются, как всегда, важно обнаружить какую-то интересную нишу, имеющую отношение к развитию военного дела и актуальную для современных боевых действий. А далее, опираясь на собственные возможности, эту нишу развить. Вот такой примерно пример мы видим. Есть ракеты самых разных радиусов действий, типов действий, дорогие, очень тяжелые. Однако есть большой спрос на достаточно небольшие, недорогие ракеты, которые, с одной стороны, позволяют обстреливать цели, в том числе и движущиеся, и в режиме реального времени при наличии цели и указания, обстреливать их с больших дистанций и с такой платформы, как вертолеты. Потому что классически до недавних пор вертолеты, боевые вертолеты, несли, ну кроме, собственно, пушек, несли ракеты очень короткого радиуса действий, которые, как правило, применяются из зоны прямой видимости, с дистанции нескольких километров и далее чуть больше. Сегодня для вертолетов при стрельбе с таких дистанций опасности и риски очень и очень велики. Поэтому все пытаются разного рода платформы использовать с более дальних дистанций, чтобы избежать опасности и не находиться под ударом. При наличии информации и цели и указания это становится возможным. Вот такие небольшие ракеты, которые можно подвесить на вертолет. А вертолет это мобильная платформа, хоть он и по скорости уступает самолету, но тем не менее сейчас он здесь, а через час в 150 километрах, например, если не сказать больше. И поэтому вертолет это гибкая платформа, это интересная платформа. И дать ей дополнительные возможности в свете того, что сегодня весь мир вооружается, весь мир пересматривает разного рода установки, и решили, что это подходящее время и что это интересное решение. Посмотрим, какой популярностью эта ракета будет пользоваться, насколько она окажется привлекательной для покупателей. В целом идея выглядит довольно интересной. Дешевизна, небольшие размеры, высокая точность и хороший функционал. Это вроде бы то, что требуется. Но будем смотреть, насколько этот продукт окажется успешным. Речь идет, я же говорю, о каком-то нишевом продукте, а не о каком-то серьезнейшем прорыве, новейшем слове в деле применения крылатых ракет. О еще одной разработке военной упоминалось в последние дни. Собственно говоря, уже она известна. Речь идет о лазерной системе для перехвата ракет Маген Ор. О ней известно давно и говорили о ней давно, но вот сейчас представители компании РФЛ, которая будет ее производить, они заявили, что эта система будет поставлена Цахалу уже в следующем году, введена в эксплуатацию. Это можно назвать чем-то революционным? Безусловно, да. Когда я в это верю, я этим вопросом очень интересовался, когда эта система станет на вооружении и приобретет первичную боевую оперативную готовность, это будет совершенно историческим событием. Прорыв в сфере лазерным оружия говорят десятки лет, если не сказать больше века. Совершенно верно, я поэтому спрашиваю. Однако разного рода объективные проблемы мешали. Безусловно, лазер используется в военном деле, используется с очень большой пользой, однако в качестве оружия, в качестве поражающего фактора до сих пор это по сути не происходило. И вот где-то в 17-18 году произошел технологический прорыв, за который ухватились, в том числе и в Израиле, чуть ли не в первую очередь в Израиле, который позволит и уже фактически позволил создать системы, способные решать серьезные оперативные задачи. В частности, задачи противовоздушной, противоракетной обороны, где у этих систем есть серьезные преимущества, определенные серьезные преимущества, перед классическими перехватчиками, которые используют ракеты. Главное преимущество – это дешевизна выстрела. Лазерный выстрел стоит дешево, и выстрелов можно сделать бесконечное количество, пока лазерная система подключена к электричеству. Причем огромного количества энергии она не требует. В отличие от перехватчиков, например, даже те же железные куполы, перехватчик «Тамир» для железного купола, который специально создан, чтобы быть дешевым, тем не менее он стоит существенных средств. То есть 50 тысяч долларов – это была его первичная цена, сегодня она выше, и их нужно производить, что само по себе непросто. Главное – посчитайте, сколько нужно денег, чтобы производить 20 тысяч перехватчиков для железного купола по цене 100 с чем-то тысяч долларов. Это колоссальные суммы, колоссальные производственные циклы. В отличие от этого, лазер фактически стреляет бесплатно. Ну так, я очень упрощенно выражаюсь. Еще один важный момент – у лазера быстрая реакция, так как луч летит со скоростью света, и при помощи лазера можно поражать эффективно то, что системы, классические системы с перехватчиками ракетного типа не успевают перехватить. То есть на близкой дистанции. Когда речь идет о минометных обстрелах, когда речь идет о небольших беспилотниках, которые вот они стартовали, вот он, двух-трех километров уже атакует цель, именно лазер является тем средством, которое способно эффективно противостоять подобным целям. Особенно важно функции лазера, принятие лазера на вооружение в свете нынешних угроз. Он-то, в общем-то, создавался в большей степени для борьбы с ракетами, минометными минами, как этакое подспорье для железного купола, чтобы более герметично закрыть то, что железный купол либо не может, вот эту самую ближнюю дистанцию, либо железный купол не все успевает. Плюс экономит ракеты. Но сегодня, когда масса мелких беспилотников – это важнейшая угроза, причем на всех фронтах и на всех войнах, вдруг оказалось, что такая система с быстрой реакцией, с бесплатным относительно выстрелом, может и должна быть очень эффективна. Тем не менее, не все так просто, не все так легко. У лазера есть ограничения по применению – это погода. Когда погода неясная или туман, то, соответственно, ограничения достаточно сильные. Правда, в Израиле погода в основном ясная. У лазера, естественно, есть проблема дороговизны самой системы. Необходимость ее прикрывать, потому что она станет приоритетной целью. Ну и, конечно же, стрельба по многим целям единовременно. Лазерная система построена так, что нужно поразить одну цель, на некоторое время задержать на ней луч, чтобы цель была уничтожена, и далее перенести, ну, назовем это так, ствол, хотя это неправильно, на следующую цель. Значит, когда ты противостоишь многим целям одновременно, такой принцип не сработает. То есть тут нужно либо возможность такая техническая вести огонь одновременно по множеству целей, либо много систем, прикрывающих друг к другу. В общем, есть немало проблем, с которыми предстоит работать, но первичная оперативная готовность, и это почти отвершившийся факт, будет уже в 25-м году, в течение нынешней войны, производитель уже развертывал систему для разного рода экспериментов, но без открытия огня. Ну и еще один важный момент. В принципе, реализуемой является идея миниатюризации лазеров относительно потихоньку увеличения их мощности и создания воздушных платформ, которые позволят частично решить проблему непогоды, например, над облаками, а главное, позволят атаковать цели вдали от того, где ты можешь просто расположить стационарную или мобильную платформу на земле, но для достижения оперативной готовности вот этих вот уже воздушных платформ, видимо, тут предстоит подождать, сколько, ну, от пары до нескольких лет после вступления в строй, собственно, наземной платформы. В общем, в любом случае, разработка перспективная, будем надеяться, что она себя оправдает. Давидс, Спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был израильский военный обозреватель Давид Шарп. Спасибо. Михаил, спасибо. И всего наилучшего.